Добрый пятничный вечер. Свою работу в эфире начинает информационная программа нашей новости в студии Кирилл Политов. И Татьяна Денир. Далее о наиболее заметных темах выпуска. А воз и ныне там. Почему виновник ДТП и инициатор уличной потасовки до сих пор не наказан? Слава богу, супруга, ничего плохого не приключилось. А вот у меня небольшие нарушения сна. Ну и в принципе это психологическая некая травма. Я поднимаю свой бокал. Авантюрная задумка алтайских энтузиастов выльется в 100 тысяч бутылок вина. Прежде чем приступить к уборке урожая, необходимо определить содержание сахара в ягоде. Европейский успех. Алтайские кикбоксеры заявили о себе в Польше семью наградами. Ощущение вот этой многочисленности немножко настораживало. И начнем с темы о затянувшемся разбирательстве по уличной драке. Уже несколько лет мы следим за судьбой семьи Абашиных в поисках справедливости. Еще в 2010 году они обратились к нам в редакцию. По мнению супругов, виновный в ДТП, а заодно и инициатор потасовки пытается уйти от ответственности. Говорят, он идет на различные ухищрения, лишь бы не понести наказание. Вот как раз время-то идет, а воз и ныне там. Напомнит суть дела и расскажет о новых подробностях этой истории мой коллега и соведущий Кирилл Политов. Воспоминания о той уличной баталии до сих пор приходят Евгению в кошмарных снах. Слава богу, супруга ничего плохого не приключилась, а вот у меня небольшие нарушения сна. Ну и в принципе это психологическая некая травма, можно наверное сказать, что впоследствии на всю жизнь. Они попали в ДТП, едва успев выйти из подъезда. Навстречу семье Абашиных по двору ехал автомобиль. Поначалу водитель вел себя мирно, но затем дал по газам. Супруги бросились в разные стороны, но избежать столкновения не удалось. На приличной скорости четырехколесный все же задел Евгения. Водитель не стал убегать с места аварии, но и помощь не оказал. А вместо этого достал из багажника алюминиевую биту. Из-за руля вышел человек, покрыл меня матом, подошел к багажнику, открыл, достал алюминиевую биту, ну и начал наносить мне удары. Евгений успел снять на мобильный телефон номер уезжающего авто. На место происшествия вызвал полицию, а затем у медиков зафиксировал побои. С этими, казалось бы, неопровержимыми доказательствами супруги Абашина обратились в правоохранительные органы, а затем и в суд. Но прошло уже три года, а виновный до сих пор так и не наказан. Ситуация такая, является адвокат, не является сам ответчик, либо является ответчик и не является адвокат. Соответственно, они ссылаются друг на друга, зачастую даже просто словами без документального подтверждения, чего бы то ни было, без объяснений. Собственно, из-за этого дело и стоит. Этим случаем изначально еще занималась милиция, потом и полиция. Якобы долгое время не могли установить личность нападавшего. Дело то приостанавливали, то вновь возобновляли. Итог – три года судебных тяж, а результат пока нулевой. Сегодня слушания по уголовному делу, в который уже раз вновь перенесли. Причина – очередная неявка второй стороны. Вероятно, ответчику удастся избежать наказания из-за истечения срока давности правонарушения. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. А вот жители Правобережного поселка Рубцовска дождались положительного решения своей проблемы. Скоро они смогут сделать глоток свежей воды. На этой неделе там приступили к завершающему этапу работ по проведению водопровода. Подробности в сюжете Александра Облако. Не прошло и полгода с последнего репортажа о бедственном положении поселка Правобережный, как он оказался под пристальным вниманием властей. Тогда основной проблемой для местных жителей было отсутствие водопровода. За питьевой водой приходилось ездить за несколько километров. И вот чаяния людей были услышаны. В летний период работники Рубцовского водоканала положили все необходимые трубы по обоим берегам. Когда перед ними встала новая задача. Однако у нас на пути встало русло реки, то есть это такая серьезная работа, дном реки Аллей, то есть трубопровод проложить. И вот в данный момент мы можем наблюдать, как ведутся работы по проколу под руслом реки Аллей. Длина прокола составляет порядка 110 метров. О ремонте или замене такого трубопровода не придется беспокоиться еще лет 50, говорят специалисты. Ведь при его создании были применены самые современные материалы. Сроки работы озвучиваются самые минимальные. Вода в поселке должна появиться уже на следующей неделе. Жители Правобережного всегда знали, что их дело правое и ждали этого события более 10 лет. Оказалось, вода точит не только камень. Пока в поселке Правобережном появится одна колонка. Однако уже в следующем году жильцы смогут обратиться в Рубцовский водоканал, чтобы решить вопрос о проведении водопровода в частные дома. Александр Роблако, Евгений Казаев. Наши новости. К другим темам. Временные неудобства для комфорта в будущем. Пожалуй, так можно охарактеризовать обстановку, сложившуюся на дорогах краевой столицы. В нескольких точках города идет ремонт, который после завершения должен принести благо не только автомобилистам, но и в целом жителям Барнаула. Об автоновостях уходящей недели расскажет Галина Юмашева. Пожалуй, самой актуальной дорожной темой Барнаула стали пробки на центральных улицах из-за строительства газопровода на второстепенных. Перекрыта часть проспекта Комсомольского и автомобильный поток, в том числе и большие грузы, поехали по Ленинскому и Красноармейскому проспектам. Из-за такого перераспределения даже те, кто живут в центре, добираются до дома раза в два дольше обычного. Но неудобства ради благих целей. Благодаря этой стройке в дома многих барнаульцев поступит природный газ, а значит, жители не останутся зимой без тепла. Открыть движение на Комсомольском от улицы Интернациональная до Чкалова должны 16 октября. Но есть шанс, что это случится раньше. Во всяком случае, в скором времени от знака, запрещающего проезд, должны освободить половину закрытого участка и разрешить движение по улице Партизанской. Однако на этом мучение автомобилистов не закончится. В ближайшие дни закроют перекрестки Никитина-Комсомольский и Димитрово-Комсомольский. Освободить проезжую часть полностью строители планируют в ноябре. Не меньшее обсуждение вызывает и светофор на Павловском тракте. Все ждали его появления и включения. И вот это случилось. Но пока результат неоднозначный. Пока еще непонятно. Посмотрим, что будет дальше. Ну я не знаю, по-моему, пробок меньше стало. То есть утром удобнее проехать, чем это все объезжать. Утром пробка большая собирается, огромная. Ну а потом в дальнейшем удобно, нормальная. Такая неразбериха мнений произошла из-за тестового режима электронного регулировщика. Зеленый свет по Павловскому тракту включали то на 50 секунд, то на 70. В последние два дня фазы светофора не меняли. Весь цикл составляет 110 секунд. Из них 64. Разрешающий сигнал горит по Павловскому тракту. 28 по советской армии. И 6 левый поворот по стрелке. Однако пока нельзя с уверенностью сказать, что корректировок больше не будет. А тем временем водителям стоит задуматься не только о скорости движения, но и о безопасности. Погодные условия уже далеки от летних. И в краевой столице даже выпадал первый снег. В такое межсезонье резко растет число аварий, чаще всего незначительных, произошедших из-за невнимательности водителей и несоблюдения дистанции. Поэтому и водителям, и пешеходам стоит быть гораздо бдительнее на дорогах. Могут заморозки, гололедные условия. Поэтому необходимо своевременно поменять летнюю резину на зимнюю, чтобы обеспечить безопасное движение по дорогам города. Галина Юмашева, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжаем выпуск. Многие считали эту задумку авантюрой и ошиблись. Когда на Алтае зашла речь о создании собственной винодельни, в успех мероприятия верили только энтузиасты. Прошло пару лет, и даже скептики не могут не признать, алтайское вино – это реальность. Накануне был убран урожай темного винограда сорта «Пино». И уже началась его переработка. Когда это вино появится в продаже и станет ли оно новым алтайским брендом, выясняла Татьяна Гладкова. Прежде чем приступить к уборке урожая, необходимо определить содержание сахара в ягоде. Делают это при помощи рефрактометра. Берем ягоду, максимально выдавливаем сок, а дальше смотрим. Прибор показывает, что уровень сахара достиг отметки 18, а это значит, что виноград можно собирать. Виноделие – дело тонкое, но особых тонкостей при уборке винограда нет. Главное – работать быстро и бережно. Мы просто с каждого куста аккуратно срезаем виноград, стараясь сохранить гроздь. Сохранение гроздь важно для того, чтобы в процессе прессования, отжимки, сохранялась вот эта самая так называемая выжимка. На этой плантации растет 4 сорта винограда. Все они родом из Франции. Но на алтайской земле прижились едва ли не лучше, чем на родине. Чернозем – очень плодородная земля, и поэтому даже французы, мы сажали первые 600 саженцев в снег, и они отказывались, говорили, что так делать нельзя. Но мы все равно сделали, и у нас получалось больше 94% саженцев прижились, и поэтому они говорят, что у вас богатая земля. С полутора гектаров земли должно получиться примерно 100 тысяч бутылок вина. Сорт напитка определила дождливое лето. Поскольку есть сорта винограда, которые не достигли максимального содержания сахара, то впервые здесь попробуют произвести игристые вина. Они как раз изготавливаются из незрелых ягод. После сборки виноград сразу же везут на переработку. Мыть его ни в коем случае нельзя. На кожице содержатся дубильные вещества, которые отвечают за брожение. Поэтому с куста сразу к дробилку. Началась переработка. То есть где-то у нас дробилочка, в которой ягодка давится. И мы видим, что это получается у нас мезга. Таким образом мы получаем максимальное извлечение сока из ягоды. Дальше сырье переходит в мембранный пресс. Здесь его называют сердцем производства. Это оборудование позволяет выдавить сок из ягоды с минимальным механическим воздействием на кожицу и косточки, что обеспечивает качество будущего продукта. Вино не будет слишком терпким. Дальше мы сливаем на брожение в емкости. Емкости используют для красного вина открытые, потому что вверху плавает небольшая шапка, которую необходимо всегда мешать, чтобы вино не испортилось. В переработке темный сорт винограда – пино. Красное сухое вино разольют в бутылки уже через пару месяцев. После того, как оно постоит в дубовых бочках. Это тоже придаст напитку особый вкус и аромат. Правда, попробовать его можно будет только через год. Раньше оно в магазинах не появится. Конечно, на следующий год мы не планируем большие объемы продажи где-то за пределами Алтайского края. Мы думаем, пока его не так много. Хотелось бы, чтобы за нами последовали еще десятки людей или сотни. И когда нам будет уже много в Алтайском крае, тогда будем поставлять за пределы Алтайского края. Оценить вкусовые качества будет несложно. Производители обещают – стоимость бутылки составит примерно 300 рублей. Татьяна Гладкова, Александр Морозов. Наши новости. В здоровом теле, здоровый дух. Этим летом в Краевой клинической больнице открылся православный приход имени святителя Луки. По больничному белые кафельные стены и иконы, и свечи. На первый взгляд довольно странное сочетание, но только не для пациентов в больнице. Для многих приход уже стал по-настоящему родным. Я очень благодарю Господа, что у нас есть такая молитвенная комната, где можно помолиться, обратиться к Господу об исцелении души и тела. Верующим и нагородним пациентам приход позволяет участвовать в обрядах даже вдали от храмов, в родных городах и селах. За несколько месяцев, прошедших с начала работы, многие из пациентов, кто сюда просто зашел полюбопытствовать, стали верующими. Церковь меняет самоотношение к болезни, как к испытанию, которое нужно выдержать с честью. Особая тяжелая тема – безнадежные больные. Здесь вера может дать то, что врачи уже подарить не в силах. Задача священника – она не просто дать надежду, а укрепить веру христианина в воскресение измертвых, в жизнь будущего века. Мы с вами исповедуем мир лучший. На подходе спортивной новости. Скажи, Юра, Барнаул может чем-то удивить Европу? Еще как! Могут, удивляют руками и ногами, то есть превосходством в кикбоксинге. Спонсор рубрики «Барнаульская гор-электросеть». Хоккеисты Алтая провели первый домашний матч чемпионата РХЛ. До заключительного периода Буревестник достойно оборонялся и отвечал. Счет стал крупным к концу – 6-2. Капитан Максим Симоненко поучаствовал в трех заброшенных шайбах. В эти минуты играют повторно. Семь медалей и два новых мастера спорта – великолепный итог поездки на первенство континента в Польшу группы алтайских кикбоксеров. В их активе три золота, три серебра и бронзовая награда. Ощущение вот этой многочисленности, это немножко настораживало. Все готовы, особенно местная команда, поляки, были очень хорошо подготовлены. Победителями первенства Европы в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком стали Евгений Кученев и Евгений Недостоев из «Камня на оби». Тренируется в клубе «Боец». В разделе «Фулл контакт» с золотым стал барнаулец Владимир Антонян из «Стика». А вот что удивило тренеров, так это финальная неуверенность его брата Леона, который тоже должен был стать первым. По крайней мере, соперник по финалу уже заранее был изрядно напуган. Что-то случилось непонятное. Не сказать, что и бой проиграли, но и ничего не показали. Ну, готовился на победы, все бои там. Выходил только с одной целью выиграть. И на этот бой тоже вышел там с уверенностью, что выиграю бой. Просто что-то случилось, не знаю, не получилось. У руководства федерации стоит перед нами задача именно сформировать наших лучших спортсменов в хорошую алтайскую команду и их уже показывать на больших аренах, чтобы они могли демонстрировать красоту ведения поединков именно в единоборств. Спартакиада студентов среднеспециальных учебных заведений обросла новыми участниками. Добавились профучилища и профлицей. У юношей места первого вида легкоатлетического кросса сегодня распределились так. Победил Алтайский промышленно-экономический колледж АПЭК, на втором педагогический БГПК, за ними строительный БСК. Отстал сразу на старте, потом догнал. Соперники вели себя достойно, нормально все. Футбол позовут Буш играть? Футбол можно сыграть, но больше всего волейбол, баскетбол. Поосторожнее на поворотах, думайте о тех, кто бежит рядом. Коллеги? Спасибо, Юра. О тебе мы всегда думаем, все-таки в одной же студии работаем. Что ж таким был последний день на этой трудовой неделе глазами корреспондентов программы «Наши новости». Осталось узнать прогноз погоды на завтра. Но зрители Краевой столицы еще смогут посмотреть две рубрики «Пятница», реплику с Михаилом Гундариным и нам пишут с обычным читателем газет Натальей Николенковой. И, кстати, самое время подумать о планах на предстоящие выходные. Пусть они запомнятся вам только хорошими событиями. Ну а мы, Кирилл Политов... И, Татьяна Дюнер, прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Берегите себя. Добрый вечер. Уборочные кампании на Алтае подходят к финалу. В этом году мы видим действительно битву за урожай. Крестьяне выкладываются по полной в непростых погонных условиях. Ну вот и жаль, что в этом сражении находятся, так сказать, диверсанты. Те, кто вредит общему делу. Ну, разберем это на конкретном примере сегодня. А начнем, как обычно, в пятницу с краткого обзора того, что на уходящей неделе было, ну или о чем мы узнали. С 1 октября на 5,5% повышена зарплата краевым бюджетникам, работникам культуры, социального обслуживания, образования, здравоохранения, а также муниципальным служащим. Объявлено, что на развитие сельского бизнеса в Алтайском крае дополнительно направят 65 миллионов рублей. Они поступят в 54 территории края. Аграрии края убрали зерновые и зернобобовые с территорий в 2 миллиона 353 тысячи гектаров. Осталось убрать около 1 миллиона гектаров. А наш пример, когда силы крестьяне вынуждены тратить однюдь не на борьбу с природой. Пример из немецкого района. Вот есть там два ООО. Москва, которым руководит конкурсный управляющий фамилия Кузовлев. Мы еще услышим эту фамилию. И урожай. Москва входит в печально известный холдинг «Узумрудная страна». Так вот, между этими субъектами разыгрался конфликт, далеко думая выходящий за частные рамки. И интересный нам тем, что он характеризует ситуацию с нечестными игроками на агрорынке в целом. В мае этого года между Москвой и урожаем был заключен договор субаренды земельного участка. Урожай его засеял пшеницей, ячменем, овсом, гречихой и другими культурами. Урожай получил от Москвы семена, за которые был выставлен счет. Почти 5 миллионов 800 тысяч рублей. Однако руководство ООО «Урожай» смутил факт, что формально этот счет был выставлен от некоего ООО «Кредо». Тут урожаевцы заподозрили неладное. По их мнению, семенато принадлежали Москве, а значит «Кредо» могло быть подставной фирмой. И участвовать в такого рода сделках сначала участвовать в мошенничестве. Урожай ведь даже обратился в АБЭП, есть документ для возбуждения уголовного дела, но получил отказ. Тем временем пришла пора уборочной, и согласно заявлению ООО «Урожай», управляющий Москвы самовольно приступил к уборке зерна урожая, принадлежащего как раз ООО «Урожай». У самой Москвы история ведь тоже примечательная. Согласно решению арбитражного суда Алтайского края, ООО «Москва» имеет почти миллионные долги за оплату аренды земельного участка. Иначе говоря, Москва фактически не платит арендодателю, администрации немецкого национального района. Суд эти долги постановил с Москвы взыскать. Ранее Москва была объявлена банкротом и введено конкурсное управление. Ну вот иначе говоря, урожай арендует участок на условиях субаренды у должника и банкрота. При этом Москва пытается идти на всевозможные уловки. Например, договор субаренды с урожаем, управляющий Москвой Кузовлев, просто не передавал директору урожая из рук в руки. И передал, как это, кстати, зафиксировано в документах, только после вмешательства сотрудников полиции. А вот любопытный штрих, упомянутый господин Кузовлев является формально членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа. Вот они, оказывается, какие арбитражные управляющие в Центральном округе. Сегодня ООО урожаев всерьез боится за судьбу посеянного и выращенного им, поэтому обращается к общественности, пытаясь найти поддержку. А реплика сегодня звучит так. Ну, конечно, от столкновения с мошенниками не застраховано ни одно дело. Но вот в таком стратегическом для края деле, как аграрное, особенно в том, что касается уборки урожая, хотелось бы мне видеть, наверное, большую заинтересованность властей и правоохранительных органов в установлении справедливости. А то ведь поздно будет. Украден урожай-то не вернешь. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тебя с седыми прятками над нашими тетрадками, учительница первая моя. Завтра Всемирный день учителя. Все прятки будут красиво прокрашены и уложены. Встретите на улице нарядную даму с букетами. Поздравьте. Здравствуйте. С вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. Корреспонденты «Комсомольской правды» накануне Дня учителя расспрашивают жителей края об их любимых учителях. Их мы всегда называем по имени-отчеству. Олег Штыров вспоминает суперучителя младшеклассников Андрея Геннадьевича Минакова и учителя истории Ирину Геннадьевну Михееву, школа номер 42. Цитирую. Лучший учитель, педагог, человек в моей личной истории отвратительного подростка. Елена Масолова тоже училась в 42-й. Ольга Анатольевна Орехова – классный руководитель, ставший для всего нашего девчачьего класса родным и близким человеком. Михаила Гундарина в 88-й школе страстью к литературе заразила Луиза Давыдовна Труиновская. Она же, увидев одного ученика, стриженного под панка, предположила, что он фашист и вполне мог бы повести на расстрел саму Зою Космодемьянскую. В «Аргументах и фактах Алтай» интервью с учителем русского языка и литературы лицея номер 130 Виктории Чебан. Виктория Викторовна считает, что раньше дети больше читали, думали, анализировали, а сегодня они сидят за компьютером, который не предполагает серьезной глубины. У современных детей другие ценности, и порой с ними сложно найти общий язык, говорит она. К примеру, тема Великой Отечественной войны. Для нас это святое на все времена. Болью до сих пор отзывается в сердце. Некоторые современные дети воспринимают эту войну как киношную. И все-таки школа оплот государства и наше бессмертие, уверена Виктория Чебан. Нам пишут не только журналисты, но и, собственно, писатели и критики. В последнее время на Амителе разгораются страсти по поводу каждой публикации Андрея Махаона. Сенсации покруче белокурихинских отшельников. Бийская писательница Идалия Шевцова в своей книге мемуаров заявляет, что во время ленинградских прогулок с Иосифом Бродским знаменитый поэт позаимствовал у нее название для своей книги и даже парочку стихотворений. Махаон на эту тему добродушно и беспощадно язвит. А вот и он сам. Барнаульские писатели интересны, как такие местечковые шарлатаны. У каждого свой способ оглупления публики. Один острит тупым концом, другая стимулирует низкий IQ, третий обволакивает комплиментами. Когда вы заканчиваете заветную книгу, я открываю новую тетрадь и выписываю лакомые кусочки. Спасибо, добрая бабочка. Сегодня Всемирный день улыбки. Не забывайте улыбаться раз в год в первую пятницу октября. Увидимся в среду. Счастливенько. Целую.